Это программа Потенциал. И Космолеев Усеин Турцембекович, он является заведующим отделом регистрации движимого имущества Государственной регистрационной службы Крыльевской республики. Добро пожаловать к нам в студию. Прежде всего, хочу представить слово Миржану Альжматовичу. Дело в том, что, например, сегодняшние реалии жизни таковы, что некоторые работодатели при приеме на работе, они спрашивают, а водительское удостоверение у вас есть, вы можете им водить автомобиль, скажем так. И даже не думая, может быть, скажем так, ну, ожидая, когда же появятся беспилотные автомобили, может быть, которые сами будут ездить, сами без водителя, скажем так, но приходится, что уже приобретайте водительские права. Да, конечно, те, кто хотел, они уже приобрели. И для тех, кто задумывается об этом или собирается, прежде всего, для того, чтобы поступить в автошколу, что необходимо? Ну, прежде всего, для этого граждане Кыргызской принимаются на курсы выделяющиеся граждане Кыргызской Республики, достигшие возраста 17 лет. Это на водительское, на категорию Б, на легковые автомашины. Ну, с 16 лет принимаются на категорию А, управление мотоциклов. И также с 18 лет на категорию Б, С, где управляется легковым и грузовым автомобилем. Ну, что такое категория Б? Это легковые автомобили и грузовые автомобили, у которых разрешенная максимальная масса не менее 3,5 тонны. Для этого нужно иметь категорию Б и управление транспортным средством не более 8 мест, помимо водителей. Ну, категория Б, С, как считается профессиональным, имеется в виду грузовые и транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. И, конечно, сначала они подают заявление. Кандидат обязательно должен быть достигший уже 17 лет. А также подается медицинская справка, которая вот сейчас тщательно уже на это обращается внимание. Именно вот то, что вот медицинскую справку. Ну, остальное обучение происходит, проводится у нас на киргизском, на русском языках. По окончании школы сдаются предварительные экзамены. Перед тем, как пойти на экзамены ГРС. Также практические обучения. Отлично. Дело в том, что вот на сайте государственной регистрационной службы мы видели вот перечень автошкол, скажем так, которые находятся в Бишкеке, в других областях, скажем, республики. И вот, например, в перечне для города Бишкек указана и в автошколах. Вот, например, автошкола для того, чтобы начать обучение. Она получает лицензию у кого? Для обучения. Лицензию мы получаем в республиканском госавтоинспекции. Создаются комиссии, приходят, проверяются все оборудование, все транспортные средства, оборудованные классы. Вот, за счет этого наличие автодрома, вот это все, и за счет этого мы получаем... Замечательно. Почему я спрашиваю? Потому что ваш ученик, как будущий клиент ваших услуг, он должен знать, к тому ли преподавателю я иду, он имеет ли лицензию, то есть достоверны ли, скажем, те знания, которые он дает. Потому что я знаю, что есть любители авто, скажем, водители, которые говорят, я вот в частном порядке тебя на пустом пустыре там научу наводить. Говорят, ты научишься, а потом можешь сдать на права экзамен, и все. Для того, чтобы все было по правилам. Вот поэтому я спрашиваю более подробно, какие условия нужны для лицензии. Вы более подробно раскрыли, скажем так, сколько времени необходимо для обучения? Для обучения на категорию B у нас уже 2,5 месяца. На обучение категории B, C 3,5 месяца. У нас там, конечно, в самом колледже проводится, еще в этих суднитах обучают дорожным правилам. Помимо этого, у нас как автошкола, в которой выдаем свидетельство и личную карточку водителя на то, что он был обучен, прошел подготовку полного курса, выдается свидетельство и личная карточка водителя. В программе обучения предусматривается ли, скажем так, обзор технического, скажем так, структуры машины? Потому что иногда, глядя на учебнике, например, для водителей, там начинается, например, уже со строения, из чего состоит автомобиль хотя бы. Да, устройство автомобиля, это есть. Но, правда, сейчас уже уменьшили часы, но в основном мы обучаем как? Чтобы водитель имел представление. Так как сейчас уже на каждом шагу СТО есть уже многие. Да, уже сейчас, как раньше, не копаются в машинах. Поэтому мы в основном категорию B, там учатся многие женщины, женского пола. Ну и их обучают поверхность, чтобы у них было понятие, что такое автомобиль, чем он движется, как ездит, чем он питается, вот это все. А категорию B, C, они как профессионалы, они проходят это устройство более тщательно. И лабораторно-практические занятия отдельно, вот это вот все проходит. Ну, ваш колледж известен еще с советских времен, как автодорожный колледж, и авторитетные в этом отношении. Скажем так, вот некоторые коллеги говорят, вот нужно сначала научиться на механической машине, а потом автомат освоить будет легче. Так ли это на самом деле? Да, так, это на самом деле так. Если он научится на механической коробке передач, потом на автоматической коробке передач уже научиться очень легко. И практически экзамены в ГРС даются тоже на механических. Ну, иногда в фильмах бывает, например, что некоторые люди, например, очень трудно осваивают эти знания. Бывают ли какие-то барьеры у людей, чтобы освоить, стать водителем? Я не знаю, встречались ли в вашей практике? Естественно, бывают, конечно. То есть не всякие осваивают? Кто-то воспринимает хорошо, кто-то это очень тяжело воспринимает, кто-то готовится, кто-то не готовится. Вот сейчас хорошо сделали ГРС тоже. Человек знает, поступает, сдает экзамен. Не знает, все не дал, иди дальше готовься. Замечательно. Об особенностях обучения в автомобильной школе нам рассказал Аджибаев Эмирджан Аджиматаевич. Он является преподавателем Бешкетского автодорожного колледжа. И хочу передать микрофон нашей гости. Это Гуляем Ашмаконовна Абдрахмана. Она является консультантом Министерства здравоохранения Крыльской Республики по первичной медико-санитарной помощи. Важным условием для поступления в автошколу является еще и медицинская справка. Всякий ли гражданин Крыльской Республики может получить медицинскую справку? То есть, какие требования к здоровью предъявляются гражданам? Ну, по отношению выдачи справок, целью уменьшения травматизма, снижения летальности, инвалидности. И согласно, конечно, постановлениям правительства Крыльской Республики, номером 546 от 30 августа 2017 года, Министерством здравоохранения сделано очень много работы. Приказом Министерства здравоохранения утверждены новый порядок проведения обязательного медицинского осмотра водителей, транспортных средств, кандидатов и водителей транспортных средств. Это новое правило. Конечно, мы разработали еще новые формы 083У. Раньше была она 083, сейчас мы сделали 083У. Это медицинская справка для водителей и кандидатов водителей транспортных средств. Здесь в справках чем отличается от предыдущего? Здесь официально мы сделали форму, там мы каждому области дали код, и они будут заказывать типографию, проводят тендер, и, соответственно, они закажут эту справку. Так просто, они нигде не могут покупать и пройти, получать эту справку. Это во-первых. Там мы пересмотрели еще правила прохождения обязательно наркологического медицинского осмотра. Там раньше, если просто так подписывали, если нет, то там в списке не состоят на учете. Сейчас очень тщательно проводятся обследования, проводятся тесты, потом только они дают разрешение. И также медицинский осмотр, психиатрический служба тоже самое. Мы более детально провели там правила проведения, тоже изменили. И очень там строго сейчас контроль держится. И только после тщательного обследования, какие-то тесты они проводят, по согласию, конечно, нашего гражданина. И после этого только они дают согласие справку. Также у нас приказом Министерства здравоохранения, это 850-й от 22 сентября 2017 года, где функции проведения медицинских осмотров и выдачи справок будут закреплены исключительно за государственным медицинским организациям Министерства здравоохранения. Мы запретили выдачу справок частным медицинским центрам. Еще хочу отметить, что также приказом Министерства здравоохранения мы, это институт переподготовки и повышения квалификации, разработана учебная программа по подготовке водителей и кандидатов водителей в автошколах для проведения 16-часового курса по оказанию первой доврачебной помощи. Это наш институт, в нашем институте организованы курсы по подготовке сертифицированных медицинских специалистов для обучения водителей, кандидатов водителей в автошколах для проведения 16-часового курса по оказанию доврачебной медицинской помощи. Мы с осенью уже начинаем подготовку тренеров со всех регионов. Это будет проводиться у нас в Бишкеке и в городе Аше. Там есть кабинеты, оборудованы. Мы будем подготовить тренеров. Этих тренеров автошколы как на договорной основе, или как-то они между собой договариваются, и это специализированные, сертифицированные медицинские работники будут обучать оказание доврачебной медицинской помощи. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а всякая ли поликлиника государственная, она может выдавать такие справки? Например, студент спрашивает, вот студенческая поликлиника, она может выдавать такие справки? Справки выдаются по месту проживания, по прописку или по приписку. А для иностранных граждан есть какие-то особенности в получении вот такой формы медицинской? У нас иностранные граждане не предусмотрены у нас. То есть, как они могут получать тогда, например, для того, чтобы пойти в автошколу, такую медицинскую форму? Каким поступать? Иностранные граждане? Да. Вот этого мы не предусмотрели. Они были у нас, учились, ну, с Большого Советского Союза, там, они брали вот по советской, по советской, которые... Да, это частный медицинский центр. Да, частный медицинский центр. Они выдавали. Ну, действительно ли справка для иностранных граждан тогда это? Она есть ли в частном? Нет, мы запретили медицинские сейчас, частные медицинские центры, конечно, сейчас обращаются письменными в виде, устными в виде, но мы... У нас есть там 93-й пункт, кажется, да, в постановлении. Есть специальный пункт, там прямо постановление, там конкретно указано, что закрепить только государственные медицинские учреждения, Министерство здравоохранения, проведение медосмотров кандидатов и водителей. К нам приносят вот эти вот... Медицинский осмотр проходит, некоторые, мы, красно, говорят, чтобы они проходили по месту проживания, в центрах семейной медицины. Там они могут, имеют право давать. Да, все, все центры семейной медицины имеют право выдавать справку. Студенты приносятся в студенческой поликлинике, в студенческой поликлинике, там оттуда приносят студенты. Ну, тоже ставятся печати, мы обязательно проверяем печати вот с наркологического, что на учете не состоит. И с психодиспансера, тоже квадратная печать, и там пишется, что на учете не состоит. Ну, вы должны учитывать, что сейчас в данное время уже новая форма. Только по новой форме я даже не знаю. Да, сейчас новую форму. Позвольте, с вашего разрешения, предоставить слово Усеяна Турсенбековича, он является заведующим отделом регистрации движимого имущества в госсоторственной регистрационной службе. Вы хотели что-то дополнить? Да, я хотел немножко дополнить представителя автошколы и тоже представителя Минздрава. Ну, во-первых, вот как вы уже говорили, метод самоподготовки уже в 2014 году законодательно было отменено. То есть желающий кандидат в водители, чтобы получить водительское удостоверение, он раньше просто обращался с заявлением, что вот самоподготовку прошли, вот в этой связи просим дать разрешение на экзамен и получали водительское удостоверение после успешной сдачи. В 2014 году данная система отменена полностью, то есть на сегодняшний день с 2014 года все автолюбители и кандидаты водителя только проходят через автошколы. С 2015 года государственной регистрационной службой была внедрена автоматированная информационная система тестирования водительского состава, в которой вошли все 229 автошкол республики, каждая автошкола имеет свой уникальный код и пароль. При регистрации курсанта они сразу регистрируют в онлайн-режиме данную автоматированную систему, то есть это ставит блокировку на то, что вот на ускоренное получение водительского удостоверения. То есть если человек захотел сегодня, и сегодня же пошел, сдал экзамен и получил, такого невозможно, на сегодня они регистрируются в автошколе, и после регистрации с автошколы регистрационные экзаменационные отделы дают подтверждение данной группы, данная группа, и смотря в какую категорию они учатся, допустим, если вот Бекки говорит, на Б-категорию 2,5 месяца, только по истечении 2,5 месяца может прийти, принеся свидетельство об обучении и личную карточку, только после этого могут сдать теоретические и практические экзамены. До этого система просто их не пропустит. Кроме этого, данная система интегрирована с автоматированной системой паспорт, то есть если вот, как представитель автошколы сказал, если человеку еще не исполнилось 16 или 17 лет, он элементарно не сможет зарегистрироваться в данной системе. Да, кроме этого, вот с конца 17-го года правила приема квалификационных экзаменов на водительское удостоверение были пересмотрены в новой редакции, то есть правила были раньше в 99-го года, в 17-м году, в декабре 17-го года пересмотрены были новые редакции, там были увеличены количество вопросов, тестовых вопросов, если раньше количество составляло 10 вопросов и 15 минут, на сегодня составляет 20 вопросов и 25 минут. Кроме этого, государственная регистрационная служба внедрила систему идентификации по геометрии лица гражданина, то есть если раньше в народе говорили, что права продают, то с внедрением данной системы перестали говорить, что права продают, но они начали говорить, что помогают на экзамене. В этой связи государственная регистрационная служба внедрила систему по распознаванию лица, то есть в каждом компьютере во всех регистрационных отделах стоит веб-камера, которые распознают курсанта по геометрии лица, то есть если вместо Иванова сядет Петров или за Ивановым встанет Петров и будет помогать, просто система его не будет пропускать. А если он немножко, скажем так, пополнил? Система полностью это предусматривает. Он пополнил, похудел, он по расстоянию между зрачками, там по геометрии лица полностью он распознает человека. По поводу иностранцев я тоже добавлю. Согласно вот этих правил, правил приема квалификационных экзаменов, иностранные граждане могут в Кыргызстане получать водительское удостоверение, предварительно обучившись, но перед этим они должны встать на регистрационный учет. То есть если они встали на регистрационный учет, соответственно по месту жизни они могут получить справку, медицинскую справку и могут обучиться и получить водительское удостоверение в Кыргызстане. Еще вот в вашем сайте я заметила, у вас выводится помесячный анализ сдачи экзаменов. Да, вот Байке указал, что лицензирование автошколы производится Министерством образования. В этой связи вот тестирование автоматизированной информационной системы, тестирование водительского состава, есть возможность анализа сдачи экзаменов. То есть мы конкретно каждый месяц, раньше каждый квартал был, сейчас каждый месяц данный анализ выставляем на сайт, а также письменно направляем в Министерство образования для принятия необходимых мер в отношении автошкол, которые плохо обучают. Понятно. Я возвращаюсь обратно на вопрос Гульзиат Ашмаконовной. Вопрос такой. Какие основные противопоказания по состоянию здоровья предусматривают ограничения в получении медицинской справки для поступления в автошколу? У нас есть постановление 225-й от 2012 года, там все перечень противопоказаний там указано. Согласно этого перечня, конечно, проводится медицинский осмотр и допускается. Если там, конечно, выявляются какие-либо заболевания, если является это противопоказанием, конечно, этот допуск не допускается. С данным документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения или его нужно искать в базе данных Министерства юстиции? Такие документы как найти можно? У нас в Токтоме, кажется, есть этот приказ. На интернет-сайте и в Токтоме есть данный приказ Министерства здравоохранения. Все, со всеми приложениями. Дело в том, что Токтома это частная, и она, естественно, требует заподписывать оплату, а вот такие бесплатные открытые государственные источники. Сайт Министерства юстиции, она бесплатная, да, там база данных в нормативных правах актов, там полностью есть. Со всеми приложениями. — Отлично. Бывает, что временные нарушения, может быть, здоровья, они могут повлиять на то, чтобы ограничивать его право вождения в отношении здоровья? — Конечно. Во время болезни, какие-либо противоречившие показания Котопску, тогда мы не проводим. Тогда отложим, конечно. Дадим время вылечиться. — Хорошо. Можно добавить? — Представитель Министерства здравоохранения, Гуляй Меджи, я хотел дополнить. На сегодняшний день в соответствии с данным постановлением 546, это план мероприятий по реализации комплекса мер по реформе дорожной безопасности. Там в соответствии с одним пунктом на сегодняшний день интегрируется программа выдачи справок на наркологии и психдиспансерам с программой выдачи водительского удостоверения. То есть если человек приносит поддельную справку, то система просто его не пропускает. — Это хорошо, знаете, как бы открытая система. А если он уже потом второй раз попытается как бы зарегистрироваться, его допускают, скажем так, за предыдущий, скажем так, такой прецедент, допускают ли его потом обратно к обучению? — Согласно правилам приема квалификационных экзаменов, у нас в случае предоставления поддельных документов наши сотрудники обязаны уведомить правоохранительные органы, и правоохранительные органы соответствующие правовую оценку должны давать. — Отлично. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в нашей программе «Потенциал» участвует Гуляем Шмакуновна Абдрахманова. Она является консультантом Министерства здравоохранения Крымской республики по первичной медико-санитарной помощи. Джабаев Аумиржан Жуматавич, он является преподавателем Бишкекского автодорожного колледжа. И Космолей Фусейн Турсунбекович, он является заведующим отделом регистрации движимого имущества Государственной регистрационной службы. И еще есть интересная новость. Дело в том, что до 2 июля Государственная регистрационная служба проводит национальную кампанию по перерегистрации транспортных средств на льготной основе. Почему была поднята такая инициатива, скажем так, и что она предусматривает? Какие льготы? — Да, очень хороший вопрос. В соответствии с тем же постановлением по комплексам мер по реформированию дорожной безопасности, Государственной регистрационной службе было поручено разработать и внедрить льготную перерегистрацию транспортных средств. Поскольку на сегодняшний день с отменой в 2012 году регистрации доверенности многие граждане сталкиваются с такими проблемами, как перерегистрация транспортных средств. Поскольку они могут, получая доверенность, на сегодняшний день не требуется для вождения доверенности. В этой связи они просто просрачиваются, данные доверенности, сроки просто проходят. Кроме этого, согласно Гражданского кодекса, собственник, выписавший доверенность, в любой момент может иметь право аннулировать доверенность. То есть, если сегодня выписал, он на следующий день же может аннулировать доверенность и потребовать свои транспортные средства обратно, которым пользуются многие мошенники. В этой связи, в случае смерти собственника возникают проблемы с наследниками транспортных средств. В этой связи, понятно, почему доверенность берет, поскольку перерегистрация транспортных средств обходилась от 2500 сомов до 5000-6000 сомов. Выдача доверенности, генеральная, как говорится в народе, максимум на 3 года выдается максимум до 1000 сомов. В этой связи, естественно, многие граждане наши сэкономить средства уходили на получение доверенности. На основании этого, согласно постановлению правительства номер 156, 27 марта 2018 года, была принята национальная кампания о проведении государственной перерегистрации транспортных средств сроком на 3 месяца. То есть, со 2 апреля по 2 июля 2018 года. Здесь, в чем льготность данной кампании? В том, что при перерегистрации оплачивается сбор, 1% сбор от среднерыночной стоимости транспортного средства, определяемой тарифной сеткой. Среднерыночная, это в среднем выходит, среднестатистическую машину, если взять, в среднем выходит порядка 5-6000 сомов. И в этой связи, согласно данному постановлению, вот этот сбор был снижен в 10 раз. То есть, если раньше 5-6 тысяч при переоформлении платили, на сегодня 500-600 сомов платят. В этой связи многие сейчас идут переоформлением. Кроме этого, дополнительно к данной кампании правительство дает возможность нашим гражданам не переплачивать за номерные знаки и за свидетельство о регистрации транспортных средств. То есть, если у человека есть старое свидетельство, внутри в особых отметках мы просто отмечаем нового собственника транспортного средства, новый номерной знак транспортного средства. И в этой связи, не изымая стоимость бланка свидетельства о регистрации, составляет 850 сомов. Вот не изымая 850 сомов, мы человеку даем возможность дешевле переоформить. Кроме этого, мы оставляем старые госномерные знаки, то есть за это тоже комплект госномерных знаков составляет 938 сомов. В этой связи, опять-таки, порядка 1000 сомов скидка получается. И в итоге перерегистрация, если раньше составляла порядка 5-6 тысяч, на сегодняшний день 500 до 1000 сомов составляет. В этой связи, мы многим нашим гражданам даем возможность перерегистрировать свое транспортное средство до 2 июля 2018 года. Замечательно. Напоминаю, что на сайте госречной регистрационной службы вы можете подробно ознакомиться с постановлением о национальной кампании по перерегистрации автотранспортных средств на льготной основе, которая будет действовать, как сказал Усейн Трустубикович, до 2 июля. Гурина Маконовна, скажите, пожалуйста, а вот медицинская справка, которая оформляется в 083У, она на какой срок действительно? Обычно там у нас постановление 225-е на 3 года. Через 3 года все водители должны пройти повторный медицинский осмотр и справка должны получать. Скажем так, называемая форма розовая, она действительно розовая цвета? Потому что я видела у некоторых ребят, которые получали медицинскую справку, что 083У указана медицинская форма, но она как бы серый такой бланк все-таки. Нет, нет, розовая. А, все-таки, ясненько. Розовая она недавно стала, да? Да, да. Раньше обычная серая такая бумага была, а сейчас вот фирменный бланк сделали, уже как-то более, так уже думаешь, а, если принесли такую бланку, значит она... Хорошо. Скажем так, есть разница в получении лицензии национального водительского удостоверения и международного водительского удостоверения, то есть в сроках обучения, скажем, в экзаменах, в каких-то требованиях? Нет, я расскажу. Вообще, международное водительское удостоверение в соответствии с изменениями в Венскую конвенцию о дорожном движении с 2011 года, оно представлено в виде книжки размером А5. То есть, если раньше вот эта карточка, она являлась и национальным, и международным водительским удостоверением, то с 2011 года вот международное водительское удостоверение уже, они в виде книжки выходят, да? И она, международное водительское удостоверение действительно только на три года, на три года, и она не действительно без национального водительского удостоверения. То есть, скажем... Человек просто обучается на национальном водительском удостоверении, международное водительское удостоверение по его желанию вдобавок ему дается. Скажем, например, гражданин Казахстана хочет водить автомобиль в Кыргызстане, то ему нужно переобучаться на национального водителя? Нет, согласно Венской конвенции, его водительское удостоверение у нас котируется. То есть, если у него есть водительское удостоверение Республики Казахстан, он имеет право полностью заменить, а кроме этого они могут просто на основании своих водительских удостоверений здесь ездить. Скажем, для водителей, которые хотят водить автомобиль в России, есть какие-то особенности? Нет. Опять-таки, в соответствии с Евразийским экономическим союзом, наши граждане на основании национальных водительских удостоверений могут ездить в Россию. Хорошо. И в заключение нашей программы я хотела предоставить каждому из вас микрофон, чтобы вы рассказали нашим слушателям, на что важно они должны обратить внимание, когда они хотят получить водительские права и начать водить свой автомобиль, скажем. Начнем, пожалуйста. Начнем, начнем. Да, Сумиржана Аужматовича. Вообще, в правилах установлено, гражданин, получивший права, ему в течение двух лет запрещается превышать максимальную скорость 70 км в час. Ого! Да, и вообще всем водителям, кто только получил права, кто уже ездит, кто со стажем, пожелать вам удачи и не спешить на дорогах. Я тоже дополню, да. В принципе, мы должны, в Кыргызстане должны поменять отношение к водительскому удостоверению. То есть, если раньше водительское удостоверение так только для, ну, просто делать нечего, просто для себя получали, то человек уже должен понимать, что при получив право на управление транспортным средством, он как бы берет на себя ответственность сверх, как бы, вот, ответственность на дорогах. То есть, за жизнь и здоровье граждан, да? Да. Гуляем Ашвагоновна, вам? Ну, конечно, во-первых, конечно, проходя, получая справку, должны думать не только о своем здоровье и здоровье наших жителей, населения, конечно. Я хотела бы, чтобы каждые три года сами, чтобы приходили, проходили медицинские осмотры. Это только пользу нашим водителям. Также, я думаю, будем с этим снижать травматизм, летальность, соответственно, конечно, и инвалидность. Я хотела бы, конечно, всем здоровья. Замечательно. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в программе «Потенциал» у нас участвовали Гуляем Ашмаконовна Абдрахманова. Она является консультантом Министерства здравоохранения Крымской республики по первичной медико-санитарной помощи. Аджимаев Умржан Жуматавич, он является преподавателем Бишкекского автодорожного колледжа. И Космолеев Усейн Турсенбекович, он является заведующим отделом регистрации движимого имущества Государственной регистрационной службы Крымской республики. Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться непосредственно в ведомство, потому что как получать права, как обучаться, скажем, как регистрировать свое транспортное средство, либо как правильно пройти медицинское освидетельствование. На эти вопросы смогут вам ответить наши прекрасные специалисты, профессионалы своего дела, которые были у нас сегодня в гостях в программе «Потенциал». Я желаю вам всем удачи, успехов в вашей работе. И надеюсь, что наши радиослушатели, если у них возникнут какие-либо вопросы по ходу, они могут нам присылать свои вопросы на электронный адрес daramedsobachka.ru. И мы эти вопросы переадресуем уже к нашим уважаемым коллегам. Это, в частности, хочу поблагодарить Джилдис Джангерченова, пресс-секретаря Министерства здравоохранения и кроискарской республики Ильзат, специалистами пресс-службы, государственной регистрационной службы и представителя Пешкесского автодорожного колледжа, которые помогли организовать сегодняшний эфир. Эфир получился, я считаю, что замечательным. Всего доброго, свидания. Спасибо, ибо ибо. Продолжение следует...